Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола. Мы находимся с вами в Красноярске на стадионе Центральный. Здесь в ближайшие минуты начнется матч третьего тура МЛБЭТ первой лиги. Енисей принимает московская торпеда. Енисей идет на десятом месте после двух туров. Команда держала одну победу и один матч проиграла. Ну а торпедовцы на четвертой позиции. Они эту четвертую позицию делят с несколькими командами. Все готово к началу матча. Торпеда в прошлом туре сыграла венчу на выезде с ротором и выдала два разных тайма. Хотя важно, что принострировали акцию на пропущенных голову в втором. Ну и что, игра началась. Енисей, торпеда. Шитов после перехода торпеда успел забить. В первом туре выйдя на замену. Ворота скала. Такой дальний удар. Тоже неплохо. Моментов у нас пока очень мало. Ну и такие тоже мы ценим. Но сейчас Шитов выдвинулся. На защитника Енисея. Передача прошла на Чуканова. Чуканов в дальний не попал. Ну а это уже голевой момент. Самый опасный, пожалуй. И какая передача прошла на Чуканова? Ответ торпеда. Шамкин на Коновалова. Коновалов налево. Манелов. Возвращаются в оборону игроки Енисея. Манелов. Мяч у него под правой. Любит смещаться и бить. И как раз он это делает сейчас. В дальний угол не попадает Манелов. Тоже игрок линии атаки. А вот с атакой Енисея Ломакин. Не стесняются хозяева Бетиздали. Ломакина хороший удар. Далеко отпустил от себя мяч Чуканов. Но он был под давлением. И торпедовцы отвечают контратакой. Дальняя попытка. Это не Тфулин. Среагировал Антипин. Вот и, по-моему, первый случай, когда он вступил в игру. По-настоящему. Ословский бьет поворотом. Реагирует Егор Бабурин угловой. Бабурин продолжает играть. Не прошла подача Шевченко. Чурич на Горбунову. На углу штрафной. Горбунов навешивает. Батстроса под пять. Шамкин. Антипин. Забрал мяч в руки. Ну что, впадение. И головой пробил Шамкин. Заброс. Горбунов смог подстроиться под мяч. И в касание пробить. Очень сложный момент. Но он его исполнил. И вот сейчас снова арендован. Теперь уже Елисеев. Спартака. Подача. А вот шанс. Для торпеда удар и гол. Гол забивает Нитфулин на четвертой добавленной минуте. Торпеда все-таки вырывает победу. Судя по всему. И побежал к своим болельщикам Нитфулин. Какой важный гол. И казалось, что ничего не предвещало. Ведь моментов не было. Но гол случился. На четвертой добавленной минуте. Вот это да. Равиль Нитфулин. 31-летний полузащитник, который вернулся в торпеды из Химок. Вот его первый гол после возвращения в торпеды. Угловой подача. Пробить не позволили. Но подбор Шипунов обработал. Пробил. Ну или можно считать, что это навес. Удар головой рядом со штангой. Кажется, мяч пролетел. Рукас мог забить. И был все-таки шанс у Енисея эту игру спасти. И, наверное, я думаю, понял, что со стартовым составом не угадал. И все. И финальный свисток звучит. И торпеда выигрывает. И набирает 7 очков. Решающий гол забил Нитфулин. Ну и отметим Ау Трагановича. Второй раз в этом сегодня торпеда забивает после вброса мяча. И за боковой. Разочарован, конечно, Андрей Тихонов. Продолжение следует.